Девушки отдыхают Массаж, обертывание, солярий в общей сложности. 160 процедур всего за 25 тысяч рублей. Перед таким привлекательным предложением было трудно устоять, признается Олеся Чистякова. Я купила в июле, а пользоваться можно было только с января. Но меня это не остановило, потому что очень выгодное предложение, конечно же, и отзывы очень хорошие были. В октябре увидела такое объявление, что студии приостановили свою работу. Лилия, в отличие от Олеси, успела пройти несколько сеансов массажа. Когда пришла на очередную процедуру, неожиданно узнала о закрытии СПА-салона. И таких клиентов, как выяснилось, сотни. Там уже порядка 200 человек. Общая сумма ущерба больше 6 миллионов. Офисы Центра коррекции фигуры располагались в Москве и Санкт-Петербурге. Количество обманутых клиентов постоянно растет. А вместе с этим и число заявлений в полицию о мошенничестве. Один из офисов Центра в коррекции фигуры располагался в подвале жилого дома на юге Москвы. Сейчас от разрекламированного салона осталась только эта небольшая табличка с графиком работы. Основную вывеску давно сняли, а стучать в закрытую дверь, кажется, уже нет смысла. Мы попытались связаться с вероятными владельцами бизнеса. По словам пострадавших клиентов, это Ливан Таларай, а также его гражданская супруга Дарья Деза, которая управляла сетью салонов. Еще недавно они активно зазывали новых клиентов и не скупились на рекламу. Посетить Центр коррекции фигуры своим подписчикам рекомендовали известные блогеры, участники реалити-шоу и знаменитые теледивы. Среди них, например, звезда сериала Фанна Хелькевич и актриса Полина Максимова. По словам экспертов, нередко коммерсанты таким способом создают лишь видимость успешного бизнеса. Есть некая каста, готова их на все, за любые деньги. Ну, как бы даже мы их между собой блогерами-то не считаем. Чтобы оплачивать звездную пыль, которую пускали в глаза клиентам, коммерсанты, видимо, экономили на зарплате своих сотрудников. Ольга уверяет, что бесплатно проработала массажистом полтора месяца. По словам девушки, честно заработанные 140 тысяч рублей она буквально выпрашивала, но над ней лишь посмеялись. Анастасии, которая работала в том же салоне, администраторам остались должны 70 тысяч. Я подписала договор найма, или я честно не знаю, как он называется. Он был на три месяца, но он подписан был только с моей стороны. То есть доказать, что я там работала, как бы сейчас нет возможности. В подтверждении своих слов, бывшие работницы Центра коррекции фигуры предоставили журналистам ряд аудиозаписей, на которых, предположительно, Дарья Деза грубит и угрожает расправой. В таких ситуациях самый жесткий и самый омерзительный человек, который во мне живет, он будет всегда просыпаться. Если вдруг она еще раз позволит себе хоть вообще заикнуться о деньгах, Ливан, поверьте мне, не посмотрит на то, что она беременна, пробьет голову ей, если надо, ребенку еще пробьет. Угрозы причинения тяжкого вреда здоровью вполне могут послужить для возбуждения уголовного дела. Сотрудники, которые получили их в свой адрес, собираются передать записи разговора в полицию. И это тот редкий случай, когда сотрудники таких салонов фактически объединились с бывшими клиентами, чтобы вместе добиться справедливости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова